Спортивный комплекс Борисоглебский вновь в эпицентре внимания, где с 15 по 17 октября прошел чемпионат России среди сборных команд-субъектов Российской Федерации 2023. В финал выступили команды по пяти разрядам – одиночные, женские, мужские, парные и микс. В финал вышли две команды – это команда Москвы и команда Татарстана. Мы вчера уступили в упорной борьбе 3-2 команде Москвы, мешались объективные факторы, два наших лидера, к сожалению, заболели. Играть вышли, но с температурой 38, поэтому не все получилось. Это очень хорошее соревнование, потому что много игр, много такой функциональной борьбы. Ну и молодое поколение с ними тоже борется, старается, потому что команда, она обязывает вкладывать усилия больше, чем в личные соревнования. Некоторые спортсмены реально на таких соревнованиях раскрываются, показывают, что это будут будущие чемпионы Европы и мира. Участников более ста человек. Они представляют 13 субъектов нашей необъятной страны. Отметим, в каждой команде только самые перспективные и сильные спортсмены. Это взрослый чемпионат у нас здесь. Категории нет, но от 18 и плюс пошло все. И там уж кто есть. Это все основные сильнейшие игроки по бадминтуму в России собраны в составе этих команд. Очень много молодых спортсменов, потому что понятно, что в регионах нет так много спортсменов взрослых, высокого уровня, а соревнования высокого уровня. И они как бы команды дополняют юниорами. И они здесь очень хорошо выступают. Для них очень большой опыт. На команду Московской области возлагали большие надежды. Но в силу уже названных причин, болезни спортсменов в Подмосковье на третьем месте. Республика Башкортостана также уехала с бронзой. В Московской области и Раменская в лидерах бадминтона России, в призах. Ну, как всегда, мы хотели биться за первое место. Это нам по силам. В некоторых соревнованиях мы занимаем передовые позиции. Иногда бывает так, что жизнь направляет не в ту сторону, как хотелось. После личного чемпионата страны у нас был очень большой аппетит, чтобы занять первое место. И в принципе, я думаю, что так бы было. Но три наших лидера, к сожалению, заболели. И Катерина Малькова, и Горборисов, и Алина Бусыгина. К сожалению, они, да, они играли, но они не были в такой форме, в которой могли бы обыграть команду Москвы. Все-таки это сильный соперник, и я думаю, что они тут займут первое место сейчас. В финале турнира встретились представители Москвы и Республики Татарстан. Прогнозы сбылись. Москва выиграла 3-2 и стала новым чемпионом России. Татарстану досталось серебро. Елена Сыганова, Андрей Пластунов, Алла Гришина, Раменское телевидение.